И начнем выпуск со сводки по коронавирусу. Она опять будет краткой. В Норильске за последние сутки добавилось еще три подтвержденных случая заболевания. По данным оперштаба края, с начала пандемии в нашем городе заразились 683 человека. И это все цифры по Норильску, которые мы можем сообщить на данный момент. На сайте Краевого Минздрава подробные данные по нашему городу больше не публиковались. Более того, оттуда исчезла какая бы то ни была статистика по коронавирусу. О том, какова сегодня в городе реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в интервью северному городу, рассказал исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев. Затронул он и тему статистики. Вот что сказал ИО градоначальника. Всем известно, что было направлено обращение в адрес губернатора о том, что статистические данные по Норильску не соответствуют действительности. Территориальный отдел здравоохранения предоставляет одни цифры, Роспотребнадзор предоставляет другие. После этого все службы были скоординированы. Нам в городской штаб предоставляется информация, скажу честно, разная и не всегда объективная. Даже, к примеру, в пятницу предоставили нам информацию о том, что количество зарегистрированных положительных с коронавирусной инфекцией в городе Норильске за весь период составило 670 человек, выздоровевших 658 и умерших 18 человек. Даже сложив выздоровевших и умерших, получается даже не та картинка. И с учетом того, что в наших лечебных учреждениях все-таки находятся горожане, заболевшие с этой коронавирусной инфекцией, сопоставить все эти данные не получается. Мы с Министерством здравоохранения еженедельно проводим штаб. Бессловно, все эти вопросы обсуждаем. Я так думаю, даже пусть вот эти вот неточности в статистике, они не влияют на стабильную ситуацию в городе Норильске с коронавирусной инфекцией. Интервью с Николаем Тимофеевым покажем в ближайших выпусках новостей северного города. Не пропустите. И в продолжение темы. Российским врачам и медицинским работникам, которые в пандемию трудятся в красной зоне, каждый день работы с инфицированными посчитают в стаж за два. Об этом решении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление уже подписано. Пересчет дней сделают за период с января до конца сентября 2020 года. По словам главы кабинета министров, каждый год до срочно выйти на пенсию смогут около 4 тысяч российских врачей. На это потребуется дополнительно 325 миллионов рублей. Кстати, о пенсионных ожиданиях россиян, о мечтах и реальности расскажет мой коллега Ален Бурнаша в программе «Сопромат». Смотрите сразу после выпуска новостей. Тем временем Норникель поставил в Норильск 39 аппаратов ИВЛ в рамках второго пакета мер поддержки местного здравоохранения. В ближайшее время аппараты будут распределены по медицинским учреждениям города. Также в Норильск привезены рентгенодиагностическая мобильная установка, средства индивидуальной защиты, бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха. Компания продолжает оказывать помощь в приобретении оборудования, медикаментов и расходных материалов по защите от COVID-19. Отмечу, всего на борьбу с пандемией Норникель направил примерно 20 миллиардов рублей. Ранее Норникель доставил в Норильск более 230 тонн медицинских и санитарных грузов, в том числе два реанимационных автомобиля для нужд Норильской станции скорой помощи, одна стационарная и три мини-лаборатории. Более 60 тысяч тестов на выявление антител, более 60 тысяч тест-систем на коронавирус. Норникель передал городскому здравоохранению 63 аппарата искусственной вентиляции легких, три передвижных рентгенских аппарата и многое другое. А теперь к экологии. Красноярские ученые уже целый месяц работают в окрестностях Норильска. Экологи и микробиологи изучают воздействие на природу промышленных площадок. Эта экспедиция уже третья по счету. Сейчас ученые отбирают пробы на одной из контрольных точек. Породном отвале рудника «Маяк». Эти образцы позволят специалистам оценить влияние этого объекта на состав и биологическое разнообразие, а точнее на растительный покров и животный мир почвы. Важный нюанс для изучения влияния промплощадки нужно исключить воздействие прочих антропогенных факторов. Для этого пробы набирают на разных точках и с разной глубины и сравнивают их с эталонными. Также мы берем здесь непосредственно для исследования растительного покрова. Одно из растений, которое покрывает данный реал, имеется в виду Норильский промышленный район, это хвощ. Набираем его в определенном количестве необходимым для исследования. Ставим ловушки для насекомых, которые являются тоже показателем исследований. И по возможности рассматриваем уже других грызунов, так скажем. Образцы свозят в доставленную из Красноярска мобильную лабораторию, которую разместили в НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики. Здесь проводят общие исследования. Образцы ученые заберут из собой в Красноярск. Мы сейчас оценили общемикробное число, далее отсеяли типичные микроорганизмы, будем уже определять их видовую принадлежность и делать анализ соотношения той или иной эколого-трофической группы к другой, чтобы понимать, что у нас происходит. Позади месяц работы. За это время экологи и микробиологи обследовали более 20 различных промотвалов. Три года подряд ученые приезжали в экспедицию в Норильск. Такой подход, говорят специалисты, это залог достоверности данных. И хорошо бы исследование продолжить, говорят ученые. Заполярный филиал Нурникеля уже поддержал проведение экспедиции в следующем году. Основная цель – это понять наши слабые места, где нужно усилить мониторинг. Данные работы будут продолжаться. Я надеюсь, что после этой усиленной работы, большой научной работы, мы получим рекомендации. И где это нужно, там поменяем направление работ, усилим эти работы. Результаты этих работ будут известны к концу года. Их отправят в Росприроднадзор. На три экспедиции ученых в Норильск Нурникель потратил более 30 миллионов рублей. Михаил Чернов, Александр Молодцов, Андрей Казак, Александр Журавлев. Новости северного города. К новостям образования. Норильский индустриальный институт показал, как должен выглядеть Центр научной мысли Заполярья. ВУЗ провел онлайн-презентацию своего предстоящего обновления. Напомню, совместно с Агентством развития Норильска разработана стратегия развития института до 2025 года. Кроме расширения научного и образовательного потенциалов, предусмотрено еще и визуальное преображение. Особое внимание в проекте уделили дизайну входной группы, фойе, аудитории и зон отдыха. Каким быть Северному ВУЗу, решали все причастные к институту. Студенты, преподаватели и абитуриенты. Для этого в начале лета проектировщики провели онлайн-опрос. Именно на его основе создавался проект преображения кампуса. Аудитории станут трансформируемыми. В столовой появится стойка и мягкие зоны, а в спортзале зоны для игр, скалодром и зрительские трибуны. И это малая часть нововведений. На мой взгляд, эти изменения важны не только для сегодняшних студентов, для студентов, которые себя ассоциируют с институтом как выпускники, потому что это их альмаматор, они, соответственно, смотрят за изменениями, приходят к нам очень часто. И для тех, кто не разделяет себя от института как выпускники, им тоже это очень важно. Все работы по преображению кампуса рассчитаны на три года. Визуальный апгрейд – лишь часть пятилетней программы развития ВУЗа. Норильский индустриальный должен стать настоящим центром научной мысли за полярным кругом. Акцент делают на изучении вопросов мерзлоты, экологии, горного дела и развитии IT-технологии. Нужное оборудование уже приобрели на средства Норникеля. Создан Арктический мерзлотно-исследовательский центр, а в его рамках – программа по систематизации данных. Она может предсказывать растепление грунта. К слову об обучении. НГИ планирует начать новый учебный год в очном формате. Но это не точно. Ждут указы губернатора. А о том, чем дистанционное обучение стало для Норильской системы образования, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Это будет столкновение мнений всех заинтересованных в этом вопросе сторон – родителей, преподавателей и чиновников от образования. Не пропустите большой репортаж в эфире Северного города. Далее в выпуске наш исторический проект – календарь Северного города. Эта неделя запомнилась прибытием эвакуированных манчегорцев в 41-м году. В начале войны единственный на тот момент крупный производитель никеля в стране, комбинат «Североникель» вместе со специалистами и оборудованием вынужденно переехал в Норильск. Это повлияло на многие человеческие судьбы, на историю нашего города и на ход войны в целом. Что происходило в эти дни в Норильской истории? 14 августа 41-го года в Дудинку прибыл пароход «Щорс» с эвакуированными манчегорцами. Североникель – старший брат норильского комбината. Решение о строительстве обоих предприятий принималось практически одновременно. Но у Манчегорска проще логистика, потому уже в 39-м там получили первый товарный никель. Североникель тогда был единственным заводом страны, освоившим крупное производство чистого металла. В июне 41-го немцы начали операцию «Голубой песец» по захвату Кольского полуострова. 26 июня на Североникель поступил приказ в 48 часов демонтировать оборудование. Основные точки эвакуации – Джасказган, Орск, Норильск. На Таймыр грузы шли, посев морпути. К нам доставили свыше 9 тысяч тонн оборудования, 3 ваттер-жакета, 5 конверторов, 7 плавильных печей, лабораторный комплекс. Ехали и специалисты с семьями. Эвакуация длилась меньше двух месяцев. Манчегорцы, приехав на Север, возглавили стройки, цеха и заводы. Благодаря их усилиям комбинат удалось запустить в самые тяжелые годы. Теперь сотрудники Толнахской обогатительной фабрики и рудника «Маяк» смогут доезжать прямо до работы. Изменена схема Толнахского маршрута 30К. Плюс к этому перевозчик готовится вывести на линию три новеньких автобуса. А теперь на маршруте 30К их будет 12. Все автобусы выйдут на линию уже 17 августа. В этот же день вступят в силу и изменения на маршруте 30К. Теперь автобусы будут заезжать на Толнахскую обогатительную фабрику и рудник «Маяк». Изменение маршрута коммерческого в интересах жителей города в части увеличения регулярности выполнения рейсов с заездом на данные предприятия, особенно в часы пик. Кроме этого изменен режим работы маршрута. Раньше он начинал движение автобусы по нему с 7 часов и заканчивали в 22.15. Теперь автобусы будут выходить на линию раньше 6 часов и заканчивают движение до 24.00 с учетом режима работы, в том числе промышленных предприятий. Однако не каждый автобус будет заезжать на предприятие. Подсказкой пассажирам будут информационные таблички. На них перевозчик укажет, куда следует автобус. Также обновленное расписание маршрута 30К уже появилось на сайте городской администрации. В продолжении дорожной темы. Перекресток на улице Озерной в Аганере этим летом капитально отремонтировал Илан Норильск. Этот участок дороги был головной болью для многих автомобилистов. Асфальт здесь постоянно разрушался, проседал и мешал нормальному движению. Что было и что стало, расскажет Андрей Гришков. Водители теперь проезжают по Озерной спокойно и без опасений за подвеску автомобиля. Но еще месяц назад этот перекресток больше походил на бездорожье. Каждый год, говорят, в Норильской автодоре на этом участке проводили, так сказать, косметический ремонт. Сейчас его отремонтировали уже капитально. Ежегодно этот перекресток в Аганере становился головной болью для автомобилистов. Асфальт здесь постоянно проседал и разрушался. А все потому, что до недавнего времени под этим участком проходили трубопроводы, электрические кабели и линии связи. В ходе ремонта старый коллектор демонтировали, котлован засыпали грунтом, а коммуникации перенесли. Всего дорожники отремонтировали тут 250 метров дороги. Уложили два слоя асфальта толщиной 12 сантиметров. А на перекрестке уровень автотрассы пришлось поднять больше, чем на метр. Гарантийный срок службы нового полотна – 5 лет. Эта просадка уже не отвечала требованиям по безопасности движения. Автобусы уже начали задевать днищем. Так о необходимости уже появился год. Работы начались производиться 14 июля. И на сегодняшний день заканчивается только по уборке мусора. 3000 квадратных метров асфальта этим летом вложили и в Толнахе. Здесь дорожники работали в 11 дворах. Теперь сотрудники Норильск-Автодора проверяют качество нового полотна. На забор проб пригласили и исполняющего обязанности главы города. Дежурный, да? Для экспертизы дорожники вырезают кусок асфальта не менее 7,5 сантиметров толщиной. Одна проба с 1000 квадратных метров. Отвозят его в лабораторию Норильск-Автодора. Там выпиленный фрагмент нагревают в печи до 140 градусов, измельчают и спрессовывают. Асфальт должен вписаться в нормативы по водонасыщению и уплотнению. Если проба не проходит, данные коэффициенты уплотнения либо водонасыщения, то эту 1000 квадратов, где была взята проба, выпиливают. То есть и по новой ремонт производят за свой счет. Было ли такое, что не проходит? То есть в этом году, по крайней мере. В этом году и в прошлых годах не было. В прошлом году эксперты Норильска-Автодора взяли около 130 проб асфальта. В этом пока только 15. Андрей Гришков, Артем Смирнов, Андрей Казак и Рамис Муфтиев. Новости северного города. А теперь новости от северного флота, хорошо знакомого всем таймырцам. Корабли и суда арктической группировки уже прибыли на рейд порта Диксон, самого северного поселка на континентальной части России. После ряда мероприятий в Диксоне североморцы отправятся к Дудинке, где в скором времени пройдут учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье. В 9-й арктический поход группировка кораблей вышла из Североморска 5 августа. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям корабли прошли более 1100 миль. После отработки тактического учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр североморцы продолжат плавание по трассе Севморпути на восток до Берингово моря. Днем в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура в городе плюс 21, плюс 24 градуса. В Дудинке плюс 20, плюс 23. В окрестностях плюс 19, плюс 24. Здравствуйте, это Сапрамат. И сегодня мне хотелось бы немножко порассуждать о пенсии. Мне до этой пенсии еще есть время поработать. Но даже сейчас, пытаясь осмыслить правила ее формирования, иногда обречен на провал. Не скрою, мне, наверное, потребуется изрядное количество времени, чтобы правильно выслушать и, главное, понять все премудрости начисления баллов и перечисления денег. В этом отношении, также признаюсь, очень надеюсь на тот фонд, куда работодатель перечисляет взносы. Думаю, что я не один такой. И думаю, что если ничего не изменится, пенсионные дела в нынешнем исполнении для меня могут остаться таким же темным лесом, как, возможно, для большинства сограждан. О дисциплинированном интересе к пенсионным накоплениям что-то ничего не сообщается. И вообще, какова она, пенсионная грамотность населения? Ума не приложу. Зато в чем нам не откажешь, так это в умении мечтать. На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем нужно 59 тысяч рублей в месяц, говорится в вопросе негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. Мужчины хотели бы получать 61 тысячу, женщины рассчитывают на 56 тысяч рублей. Приводят известия, результаты исследования. Как в любом опросе, тут есть любопытная вилка предпочтений. Поэтому очевидно, что пенсионные ожидания зависят в том числе от места проживания, профессии и образования респондента. Картина, конечно, получилась занятной. Самые высокие притязания у москвичей – 92 тысячи рублей. У жителей Владивостока и Петербурга – 78 и 70 тысяч рублей соответственно. Минимальные ожидания в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры хотели бы получать 48 тысяч рублей. В Барнауле и Воронеже считают, что достаточно 49 тысяч. В Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти – 50 тысяч рублей, отмечено в результатах опроса. Если еще раз взглянуть на эти цифры, становится понятно, что пенсионные ожидания существенно превосходят реальные зарплаты и по стране в целом, и по отдельным городам, что фигурировали в опросе. Следовательно, тут есть и ответ на вопрос – а возможно ли такие пенсии? Разумеется, большинство сограждан о такой пенсионной старости могут только мечтать, но наверняка найдутся и те, кто 92 тысячи рублей сможет себе позволить. Что же для этого нужно? Оказалось, сущий пустяк, говорят аналитики. Если инвестировать только в надежные инструменты, придется откладывать по 29 тысяч рублей ежемесячно в течение 35 лет. При выборе более рисковой стратегии подобного результата можно добиться и за 10 лет. То есть, чтобы независимо от государства получать 92 тысячи, москвичам придется накопить 25 миллионов рублей, почитали в инвесткомпании «Финам». Интересно, а как может быть это в Норильске? С учетом государственной пенсии при готовности копить 35 лет, а это срок равный среднему трудовому стажу в России, отчисления будут меньше, отмечают в компании БКС. Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации, либо 14 300 рублей в сбалансированный портфель. Это 80% акций и 20% бондов. А еще лучше копить с детства, говорят эксперты, попутно обладая финансовой грамотностью, имея стартовый капитал и хоть как-то разбираясь в законах инвестиционного рынка. Безусловно, чем грамотнее народ, тем лучше он живет. Но откуда, скажите, первоначальный капитал для детей у среднестатистического россиянина, тем более сейчас? К тому же я отнюдь не собираюсь бежать и записывать своих детей на какие-нибудь инвестиционные курсы. Зачем же лишать их детства? Тут уж спасибо за рекомендации, но курс валют или волатильность на рынке голубых фишек сегодня детям вряд ли интересны. Что уж говорить о пенсионерах нынешних и тех, кому до этой пенсии осталось не очень много ждать и работать? Кстати, по данному все того же опроса, доля российских домохозяйств или семей, которые копят средства на различные цели, варьируется от 44% в Уфе до 54% в Москве, 55% в Петербурге и 56% в Екатеринбурге. При этом целенаправленную на пенсию откладывают гораздо меньше, от 9 до 17% в зависимости от региона. Конечно же, реальная картина все же будет иной. Есть и другие факторы. 78% россиян хотели бы получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной. Так, 36% респондентов ожидают, что сумма выплат превысит 30 тысяч рублей в месяц. Пенсия в 10-15 тысяч рублей устроила бы 14% опрошенных, а доплата от работодателя в размере менее 10 тысяч подошла бы 11% россиян. При этом свою будущую пенсию совместно с нанимателем формируют пока только 6,4% сограждан. Таковы данные на февраль этого года. Однако, если верить статистике, нет худа без добра. Как выяснилось, негосударственные пенсионные фонды начинают выплачивать гражданам все больше денег. Правда, это касается далеко не всех категорий сограждан. В этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования сумма выплат может превысить 20 миллиардов рублей. Впрочем, реальные пожизненные или срочные пенсии составляют лишь 5% от общих выплат. Остальные деньги выплачиваются единовременно или же правоприемникам умерших граждан, сообщает издание «Коммерсант». Иными словами, негосударственные пенсионные фонды, чего так боялись сограждане на заре их возникновения, все же работают. К тому же, подавляющее большинство пенсий частными фондами выплачиваются единовременно. Для кого-то это, к слову, может оказаться тем самым инвестиционным капиталом для приумножения своих доходов. Осталось только разобраться с финансовой грамотностью. На старости лет должно быть самое то времяпрепровождение. А это был Супромат. До встречи.